По просьбе одного из моих зрителей снимаю улицу Адойского. Вернее, фрагмент улицы от улицы Калараш до Речной. Улица Адойского расположена вдоль железнодорожного полотна, в чем ее большой плюс в том, что она расположена поближе к морю, за железнодорожным полотном и трассой. И огромнейший минус, так как поезда не дают спать. Местные жители, наверное, уже привыкли, а вот гостям порой не очень это нравится. Вот красивое здание Адойского, 41. Как видите, вся улица, точнее, вся правая сторона по ходу движения в домах, в гостевых домах, в частных домах, в жилых домах. У кого-то даже может быть и гостиница. Вот, один тоже недостаток. Вся улица в воде. Или там порой бывают ливни, то есть здесь можно только проплыть на Байдарках Акануэ. Адайского, 39, даются номера. В принципе, тут везде сдаются номера. Люди просто этим живут. Так как заводов, фабрик, у нас тут не очень старенький дворик. Что-то напоминает а-ля 80-й. Вот в районе Адаяского, 35. Точно нужно иметь либо свою Байдарку, либо Каноэ. Здесь просто не пройти. Вынужден выйти на дорогу. Да, достаточно большой кусок. И все это в воде. Должен сказать, что это еще не ливень. А так, просто моросить два дня должен быть. Вот строится новый что-то дом, магазин, гостиница, не пойму. За забором. Но большое строение. Да, кстати, вот плюс. Есть место, где поставить машину. Правда, если прошел дождик, то из нее придется тоже выплывать. Вот еще гостиница такая. Серьезная. Вот симпатичное строение с арками. Видимо, еще не доделано. Думаю, к лету все подготовят. Для курортного поселка хотелось бы чуть-чуть получше. Блин, что я говорю на свою деревню, так сказать. Море у нас не только черное, но и дождевое. Ужас. Зебра ведет просто в озеро какое-то. Пресноводное. Половина дороги все в воде. Очень неудачный участок. Получается так, что в эту арку проходит неимоверное количество людей. После того, как улицу ковараж перекрыли. А также ездят машины. Можно сказать, аварийно-опасная ситуация. Еще, чтобы дойти до этой арки в дождливую погоду, надо проплыть. Вот это заканчивается улица Адаевского. И далее уже начинается другая история. Улица Речная. Вот красивое здание. Ну, с улицы Адаевского мы еще не прощаемся, так как она побольше. Есть куда еще пойти в другую сторону. Ой-ой-ой-ой. Вот, хороший водитель. Притормозил. Все, до свидания, улица Адаевского.